всем привет но вот сейчас как бы на фоне того что мы наблюдаем как бы апокалипсис так сказать сегодня и сейчас я хочу немножко заострить тему на том что будет если вот я уже несколькими людьми на эту тему говорил что будет если есть этот сценарий дальше будет развиваться то есть на данный момент заперти сидит около четырех миллионов человек и хорошо если вот у них то есть там такая вот кусок земли да а если у них его не то если это 15 человек в трех комнатах то что тогда поэтому я не исключаю хотя и не предрекаю тот факт что какой-то момент людям просто надоест и они просто плюнут на все и выйдут на улице и начнут громить все это не касается простых ребят которые у которых кроме собственных цепей больше нечего терять это касается тех кому есть чего терять но богатей наше время тоже на наличность при себе не держит так что тут тоже бояться нечего но тем не менее всегда есть какой-то один процент что это да может произойти и вот многие мне тут задавали вопрос что типа чем больше тем лучше мачете меч или что-нибудь еще ну давайте подумаем вот перед вами джи айта очень хороший боевой нож правда опять же для россии это холодняк у вас в россии его отрезают вот здесь вот немножко на самом деле он очень устро такой тантует хорошо когда еще ком никто не подошел потому что у него длина 30 сантиметров вы его пока будете доставать вас уже могут просто схватить поэтому один нож нужен просто для того чтобы так сказать отпугнуть но если на этот так сказать кусок стали никто не купился тогда на всякий случай с другой стороны у вас должен быть 20 то что называется кинжал двадцатка или что-нибудь такое то есть это тридцатка это двадцатка видите какая огромная разница 10 сантиметров но этот кинжал неполго вы будете использовать если с вами уже вплотную так сказать к вам прижались потому что это во первых колющее оружие во вторых это более тактическая вещь а что касается вот таких вот вещей то это скорее отпугнуть типа ко мне не подходи да конечно можно рубануть конечно все такое можно заколоть зарубить но учтите что просто его доставать дофига времени занимает поэтому я его держу слева а этот я держу справа и таким образом я в принципе могу обеспечить дело в том что опять же пока ты вот он засунешь пока ты его вытащишь это все не так уж не так уж не так уж и просто все поэтому как говорится чтобы не было проблем излишних как бы то лучше всегда иметь два и это вот здесь у нас это у нас мтек 575 я считаю что это очень хорошая команда современный как бы это без нзшник это не нзшник но в принципе то есть если вы считаете что какой-то там мачете боу или что-то такое там это самое тут надо думать чисто практически как бы что мачете не даст противнику к вам подойти но если он уже подошел а если он пьяный в стельку и его так сказать ваша мачета не сильно интересует да и не у каждого хватит смелости отрубить голову так что по большому счету все вот эти вот огромные тисаки это я на самом деле все делал для бушкрафта а вовсе не для какого-то там зомби апокалипсиса поэтому если уже действительно реальная ситуация такова то их должно быть два один большой и один такой чтобы можно было это самое теперь покажу вам на самом деле что нож это совсем не обязательно почему потому что хватает вот такой вот маленькой штучки это викториноксик очень небольшой очень компактный и у здесь есть очень-очень-очень острое лезвие поэтому если что в городе вы используете вот такую вот вещь есть привязана тяжелая связка с ключами плюс еще режущая сторона ножа и вот это оружие будет гораздо более эффективным в условиях урбанистической атаки если на вас атаковали хулиганы в городе цепляется это все на карабине сзади и все и вы таким образом и ключи не потеряете и у вас есть идеальный кистень вот так что не надо сейчас запасаться длинными ножами запомните простую вещь один чтобы пугать один чтобы драться и один для порядка если вы уж так сильно если сильно самые плохие мои прогнозы действительно оправдают себя ну что ж всем удачи будьте здоровы следите за собой пока